Ну что ж, мы вам снова желаем хорошей среды. Это три часа дня стартап-шоу вновь в эфире. Этот милый человек, его зовут Саня, вы все его прекрасно знаете. А это лайка! И мы стартуем. Стартап-шоу с низкафетри в одному триває. Это означает, что мы будем надихаться смеливістю, креативом и секретами успешных стартапов прямо сейчас в студии М1. Ганна Луковкина, основница проекта «Вси свои». Это дводенный маркет одежды, вздохновения и аксессуарий только украинских брендов. Первый ивент прошел в квотне. Вход на все маркеты безкоштовный. Привет! Приветствуем тебя наконец-то в нашей студии, а не на твоем фестивале. Слушай, ну на самом-то деле, действительно, очень часто сейчас всяких разных штук происходит и маркетов, и шоу, и фестивали, но в основном в столице они все платные, а у тебя вход бесплатный. Это такой специальный киллер фича, чтобы так всех конкурентов отбить, или это просто запланированный исключительно на первую пору такой ход маркетинговый, признаемся? Ну, на самом-то деле, это никак не хит. Я просто не понимаю, за что люди должны платить на моем маркетинге, потому что это не фестиваль, это самая, можно сказать, великий дводенный мультибрендовый магазин. То есть люди не могут платить деньги за то, чтобы прийти и снова заплатить деньги. А твои конкуренти приходят и говорят, что это за прибирание, это за музычку, это за что еще? Нет, есть действительно, например, много фестивалей, в них эта плата виправлена. Я все чудово понимаю, например, та же самая платформа, в них это действительно фестиваль. Там много вкладано саморозважальной программы, и поэтому они просто вимушены брать эти деньги, и эти деньги ты понимаешь, за что ты платишь. Ты приходишь, и ты отримаешь чудовую атмосферу, это как проводжение часу. А у нас другая концепция, это ты приходишь самая купить вещи. На начальной стадии ты сомневалась в том, чтобы проводить подобные мероприятия, и как у тебя вообще возникла подобная идея? Ну, на самом деле, таких маркетов уже было достаточно много в Киеве, но они все были, скажем так, как сбирная солянка. То есть там было все, от меда до прикраса, до подушек, и человек, там, отведающий, мог немного разгубиться, почему он сюда, власне, пришел. Первый наш маркет, мы присвятили его выключено одягу. Тобто мы, у нас было дуже багато заявок, але мы відмовляли всем тим брендам, что не повязаны с одягом. Тобто у нас есть только одяг, зуття и аксессуары, все, что можно вдохнуть на себя. Почему именно маркет одежды у тебя возникла вот подобная такая потребность? Неужели у нас негде больше деваться в городе? Ну, на самом деле, все началось с того, что мне хотелось сделать дитячий маркет. И когда я занималась пошуком, я отведала много маркетов, взбирала все визитовки и дивилася, кто в нас взагалі представлен на рынке, у нас было очень много классных брендов. И когда я взбирала таку собі базу, я зрозуміла, что насправді неймовірна кількість классного, цікавого одягу, який нигде не представлено. Тобто, звичайно, есть безлеч якихось рассыпанных по месту шоурумів невеличких, в каких-то подвалах, в каких-то офисах, но это очень незручно. Мы хотели бы створить саме место, где будут, как бы, зібраны все бренды под одним дахом. Тобто, куди людина могла прийти и все эти шоурумы, как бы, зібрати в одно место. Теперь у нас целых три поверхи, и мы не помещаемся сейчас, потому что я вимушена, на жаль, про великое жало, уже в листопаде я была вимушена відмовить 118 брендам в участке, а сейчас уже 200 с чем-то. То есть, больше уже не важно, потому что люди самі втомлюются. Они уже, когда доходят до остального, они або витрачают все деньги уже до этого. Тобто, часто бренди жалуются, что вот, до нас дійшли, сказали, что там на каком-то иншем поверхности уже все деньги витратили. А на маркетах твоих торговаться можно? Или это будет считаться плохим тоном? Ну, это уже от бренда залежит, потому что у нас, как збирка таких невеликих шоурумов, то есть, каждый бренд сам себе представляет. Если, конечно, я думаю, все торгуются, кто, как умеет, кому позволяет. Хей, любители торговаться и искать интересные вещи, вы подождите ровный час, потому что уже в 4 мы вновь включаемся на М1 и продолжаем нашу беседу о маркетах, покупках и не только. И раскроем секреты, открываем и не найдем ответ на вопрос, а если будут на маркетах все свои диджеи, разваги, циркачи и не только. А еще выяснимо, чем дизайнерский бренд одежды отличается от простого производителя. Мы об этом, обо всем вам откроем секреты ровно в 4. Продолжение следует...